Я закончил с дверью на первом этаже. Теперь она должна открыться. Теперь, дорогие друзья, мы с вами должны вернуться в ангар хранилища ядерных боеголовок. Но прежде мы погуляем по прежнему месту работы Атакона. Здесь всё очень сильно изменилось. Стало всё, естественно, красивее. На месте плакаты Палиснаутс. Такие же плакаты, кстати, были на Биг Щелл в МГС-2. Я ждал тебя, Снэйк. Кто ты? Не враг, не друг. Грей Фокс. Полковник, этот ниндзя Грей Фокс, без сомнения. Это нелепо. Ты сам, Занзибария. Да. Он должен был быть убит. Но он всё ещё жив. Что? Они использовали солдата для своих экспериментов с генной терапией. Как долго ты намерен там сидеть? А? Ты не один из них? Нет, я не из них. Я всегда работаю один. Один? Ты тоже Атаку? Давай, вылезай. Мы не можем торчать здесь вечно. Снова Снэйк одолевает воспоминания. Я тем временем решил с Дезерт Игла покрушить тут всё. В своё время меня очень сильно впечатлил трейлер первого МГС, в котором на этом самом месте Снэйк с Фомаса уничтожал тут всё. То есть бились стёкла, разлетались какие-то бумажки, была интерактивность. Трейлер первого МГС урезался в мою память надолго. Он был очень впечатляющим. Поэтому то, что я тут побил стёкла, это дань прошедшим временам. И дань тому трейлеру, который меня очень сильно впечатлил. Я его, кстати, увидел на демонстрационном диске. Раньше первые PlayStation продавались с демонстрационными дисками. И на них были всякие демо-версии и ролики игр, которые выйдут в скором времени. Да, с появлением интернета такого в наши дни уже не увидишь. Сейчас мы возвращаемся в ангар и попробуем пробраться к коммуникационным башням. Гекко! Здесь Гекко! И вот так вот неожиданно-негаданно появился биомеханический монстр-охотник. Этот Гекко, кстати, какой-то непростой. У него какой-то другой окрас. Вступать с ним в битву ни в коем случае не стоит. Попробуем пройти мимо него аккуратно. А так он говорит, что Гекко блокирует путь к лифту. Попробуй придумать что-то, чтобы обойти его. Ничего тут на самом деле сложного нет. Просто нужно пробраться к лифту, когда Гекко отвернется. Так, тут я что-то видел полезное. Ладно. Рацион нам не нужен, оказывается. Действительно, распределительный щиток еще работает. Как же я мутился в свое время с этим РСДБ, то бишь радиоуправляемыми ракетами. Благоподобной пухи ЛМЖС-4 нету. Хотя, может и есть. Может, просто не находил. Пусковая установка Никита была точно в первой и второй части. В третьей, из-за того, что вместо действия было Советский Союз 60-х годов, то там, естественно, такого не было. А в МЖС-4, возможно, есть. Ну, или какая-нибудь альтернатива. Я, к сожалению, не знаю. Да, и мне неинтересны эти пусковые установки. Я предпочитаю стрелковое оружие. Так, сейчас Гекко отвернется. И мы смоемся. Смоемся на лифте. Снэк прям как старые добрые времена. Тут гуляешь. За исключением разве что появившихся роботов. Все по-старому. Так, настало время. Настало время немного поменять оружие. Я возьму, наверное, сейчас даже не знаю, что бы мне взять. Ладно, возьму ХМ-9. Крупнокалиберный пулемет нам сейчас пригодится. А в принципе, в принципе, даже не знаю, что еще взять. Ладно. Пока что оставим все вот так в инвентаре. Так, атак он нам сейчас расскажет, что при помощи Марка-3 откроет нам северные двери. Так, вот здесь вот мы воспользуемся Марком-3. Давай, Марк-3, не подведи нас. Вот этот вот момент мне очень сильно напоминает Звездные войны, как R2-D2 открывал героям Star Wars двери. Ну, вообще-то Хидео Кодзима позаимствовал вот этот вот момент оттуда, мне кажется. Вот черт! Опять Гекко! Марк-3 совершенно беззащитен, пока работает с панелью лифта. Тебе придется отлезть Гекко, чтобы они не заметили его. На самом деле, дорогие друзья, нам придется отвлекать лишь одного Гекко, причем на протяжении всего-то трех минут. Все, что нам нужно делать, это стрелять по нему и бегать вот тут вот по кругу. Ничего на самом деле сложного нет. Стреляем его по ногам. Сначала по одной ноге, потом по второй. Он вот так вот заваливается. В принципе, можно его и дальше дальше обстреливать. Хотя КП у него все равно тратиться не будет. Ну и орет он. Вот уродом, что жали. Эти армских секьюрити. С такими не то, что сложно воевать, с такими страшно воевать, они реально выделяют какой-то ужас. Немного бесячий лично для меня момент, то есть отвлекать этого Гекко. какая-то фигня на самом деле. Я вот очень сильно не люблю сражаться с боссами, которых невозможно убить. То есть это чисто отвлекать, бегать, хоть убить. Не люблю. Но в принципе это разноображивает. Деймплей. Снова я его завалил. Попробую сейчас дробовика его немножечко популять. я ему уже излишатил все ноги. Как он вообще ходит? Может у него какие-то нано-машины, которые также как вам повосстанавливают его быстро? Кто-то узнает. Но зато в этом моменте нам очень пригодился крупнокалиберный пулемет, который я нашел еще. Охрен его знает, где я его нашел. По-моему в Южной Америке я его нашел, а может и на Бледнем Востоке. Главное он полностью дистомизирован. Представляете, у него сплошное удовольствие. Так-так-так, опасно. И вот так вот получил, получил по башне Снейк. И в коем случае нельзя на этом месте так долго стоять. Ну все, осталось немножечко. Я смотрю, что у него немного тратится. Вот тоже, куда ему стрелять нужно? Неужели то же самое место, куда мы стреляли шагоходу? Кстати, башня этого деку очень напоминает башню шагохода. Но это если говорить языком танкостроения башни, башня. Улыбочку. Ты, конечно, не такой красивый, как пофоткать ради троллинга тебя можно. Да, я представляю, как ему было неприятно. И практически Марк 3 закончил. Почему же на тебя не действуют светошумовые гранаты? Блин, еще себя слепил. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Кстати, дорогие друзья, если вы знаете, как убить деку, напишите мне. Просто уж очень интересно, как же без помощи стационарных пушек их можно завалить. Все, атак он нам открыл двери, можем смело отсюда убегать. Довольно напряженный момент. Здесь, кстати, мы бы могли пройти стелсом только в одном случае, если бы у нас были чеф гранаты электронного подавления. Их нужно было экономить, да, и использовать только на этом моменте. И вот мы выбираемся к коммуникационным башням. Здесь снежная буря. Интересно, к чему маршрутом вообще прошел Ликвид? Он, видимо, как-то по-другому прошел. Сюда лишь заслал, чтобы Снэйк не пробрался к нему. Да, величественные коммуникационные башни, на вершине которых нам приходилось сражаться с Ликвидом в МЖС-1. Тут, кстати, какие-то следы. Похоже, что следы женские. Возможно, тут шла Наоми с лампом, а возможно, и какие-нибудь Фрокс, черт его знает. Да, тут вот еще лежат полезные предметы, и слева есть склад, на котором тоже, по-моему, есть что-то в которым, не на котором, на который мы залезть не сможем, а вот внутрь зайти сможем. Да, 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 довольно прилично тут всякая шняги. Так, еще тут что-то. Все, запасся как следует. Продвигаемся к коммуникационным башням сейчас, и готовимся. Готовимся, а вот не скажу, к чему готовимся. Продолжение следует...